И на этой неделе, что логично, было огромное количество вопросов по поводу заявлений Министерства образования и непосредственно министра образования Карлиса Шадурскиса о том, что нужно сделать в Риге с рижскими школами. И, как считает Министерство образования, что по меньшей мере 23 школы в Риге нужно или превратить в девятилетки, или, соответственно, просто их закрыть, потому что эти школы предоставляют недостаточно высокое качество образования. Все эти заявления основываются на исследовании, которое проводило Министерство образования, и которое, на мой взгляд, использовало в этом исследовании абсолютно неправильную методологию. Исследование учитывает только результаты централизованных экзаменов по трем предметам – латышский язык, английский язык и, соответственно, математика. Мы все понимаем, что это три очень важных экзамена, но они не дают полную картину о качестве образования в каждой конкретной школе. Это не учитывает, например, как дети сдают такие экзамены, или изучают такие предметы, как биология, химия, физика, или география, или история. Это не учитывает, участвуют ли дети в Олимпиадах, в других конкурсах. Абсолютно не учитывает участие детей во внеклассном образовании. Это не учитывает социальную специфику каждого микрорайона. По сути, эти заявления, основанные на неправильной методологии, они оскорбили десятки школ в Риге. Потому что этим школам было сказано, что вы недостойны, вы плохо работаете с детьми, ваши учителя не могут предоставить детям качественное образование. Я всю последнюю неделю ездил именно по этим школам, которые оказались в черном списке Шадурского. Встречался с замечательными учителями, с очень умными, восхитительными детьми. У этих учителей, у многих у них были слезы в глазах, потому что их публично назвали плохой школой, школой, которая не может обучить детей, школой, которую нужно закрыть. А самое обидное в этом исследовании то, что оно специально, я уверен в том, что это не случайность, помимо неправильной методологии, использует еще неправильные данные. Смотрите, в каждой школе есть какое-то количество детей, которые не сдают экзамены, потому что у них или проблемы со здоровьем, это самая распространенная причина, или потому что какие-то проблемы в семье. Много бывает случаев, действительно оправданных, когда детей не допускают до экзаменов, они их не сдают. И если в школе, предположим, учится 10 человек, то экзамены могут сдавать 7-8, в зависимости от года, в зависимости от школы, в зависимости от района. Правильно было бы брать результаты экзаменов и делить на то количество детей, которые эти экзамены сдавали. В министерстве они сделали неправильно. Они взяли результаты за экзамены и разделили на все количество детей. Всю Пасху, все пасхальные каникулы работники Рижской думы, департамента образования, они пересчитывали данные исследования, которые представило министерство. И даже если мы согласились с тем, что централизованный экзамен – это достаточный параметр, чтобы говорить о качестве образования, все равно министерство соврало. Министерство говорит о том, что 7 школ находятся в совсем критическом состоянии, а 16 школ близко к этому. При нашем перерасчете получается не 7, а 2, получается не 16, а 4. Если мы говорим про оценки, это получается, что и методология неправильная, и плюс еще, по сути, подлог с данными, в результате чего школы оболгали дважды, назвав их плохими, назвав их школами, которые не могут работать с детьми. В этой ситуации министр, который провалился уже два раза, провалился в прошлом году, когда он реформировал зарплату учителя, в результате чего в Риге чешути учителей потеряли в зарплатах, и провалился сейчас, когда он оскорбил примерно еще четверть школ, заявив, что эти школы плохие. В такой ситуации министр, во-первых, а, на мой взгляд, должен, в принципе, уже давно собираться уходить в отставку, в свою очередь, рижане должны знать, что ни одна из тех школ, которая была названа в черном списке, без разницы, 7, 16, 28, какие бы не использовались числа и какие-либо не использовались параметры, ни одна из этих школ не будет закрыта, и ни одна из этих школ не будет превращена в девятилетку. Рижская дума за последние 8 лет провела масштабнейшую реформу системы образования в Риге. Мы оптимизировали больше школ, чем любое другое самоуправление, чем в Латвии вообще в сумме вместе взятые. В результате сейчас у нас близко к идеальному сетку, если мы говорим про школы по всем районам Риги, которые предоставляют качественное образование, учитывая специфику каждого из районов, отдаленность от центра, социальные и экономические факторы. Мы 8 лет занимались реформой системы образования в Риге, от оптимизации до приведения в порядок инфраструктуры. Мы не позволим ни одному из министров, которые случайно оказались на своем посту, обидеть хотя бы одну рижскую школу. Ни одна из школ, которую Шадурский назвал в своем списке, в Риге не будет ни закрыта, ни превращена в девятилетку. Вы можете быть в этом абсолютно уверены. Я хочу обратиться отдельно еще раз к администрациям всех школ. Пожалуйста, сейчас занимайтесь тем, что вам нужно делать. Готовьтесь к последним звонкам, готовьтесь к выпускным, готовьтесь к централизованным экзаменам в 12-х классах, к экзаменам в 9-х классах. И не беспокойтесь о том, что заявляет Министерство образования. Вел додица жалови были ш недели tieши пар школам аппокемез. Как это микрорайону школа? Узканаясь, вискид парметуми, спекулācijas пар то, что в годах Рига дума не узката, что микрорайону, которые живут, они не могут полнотирить, чтобы они не могли бы сделать лабой изглитой. Тепет, что школа, с темием, отбилстовая изглитой, что это те, что это петли, что это слит. Это означает, что мы с вами видим, что шанс петли, что шанс аппокемеза лемц парверстиясь пар гетту, а слитам сколам. Сколы, которые страдают Рига микрорайону, абсолютно с веераком на шьем сколе, это неизвестное изглитие. Не надо никакой старпирования, если мы разговарим, как и измиссии. Страдают сколы, когда мы салитзином 1. дзимназии, у каждого сколы, а паразит номер, как на микрорайоне. Каждый сколы, годы, каждый день, страдает много, страдает много, много, страдает ар бэрни, страдает годы, и они дарят свою работу. Салитзином тази веида, ценности, дара сколы носауги пар квалитатива, и дара сколы носауги пар слит, и так, как бэрни шеи сколы ар артистиригам секмам, централизируются эксамены с математикой, это не паре. Если бэрни не веру, как изсилу, нокартут математику, как, например, на дзимназии, то это не означает, что шея скола будет слит, как изглитие. И еще раз веераке, что-то, что-то, как иначе, что-то, как иначе, как иначе, в виде моря, как, иначе, я не знаю, что-то другая, что-то, что-то, иначе, как иначе, что-то, , Результаты тисликс эксаменем и аттестат. Это означает, что когда на школе пармейт, что бэрни не верно парадят лабора, а эксамены не означает, что это не означает. Видуэйс результаты означает так много работы, что сколлотаемы планируют премию или премию. Традьевский человек, которые веют грутаку дарбу, что они у них были веют грамоте. Они были веют грамоте, и они были веют грамоте.